А здесь как вышло, что мои хорошие друзья пригласили меня несколько раз на этот пример, и как бы самой собой, вот в 2005 году, оно как бы стало вторым моим каком-то ненавием в москве, и поэтому вот это изменение здесь прямо произошло. Рамазан Лусеинов, шивописец, художник, вот уже 30 лет в Крыму пишу, красоту нашу. В общем, я родился после войны в 1949 году в Средней Азии, в Самарканде, город Самарканд, это мой такой любимый город, так скажем. Отец у меня выращивал виноград, он стал очень известным виноделом, а мать, она была домохозяйкой. Отец родом здесь из Керменчик, а мать из Ассериса. Часто его вспоминаю, потому что это был добрейший человек, и его какие-то мудрые слова, я до сих пор и по нему иду. И он всегда говорил, надо ходить по земле, любить землю, то есть не летать в облаках. И кто любит это, значит, он всегда будет прав в чем-то во всем. И вот это далекие философские слова, между прочим. Я вам всегда хотел, чтобы я был виноделом, в конце концов, такой семейной, скажем, династией виноделов. Ну, творчество это творчество, и она победила. Рождаются, скорее всего, просто многие художники, они становятся уже в процессе своего таланта. Если он талантлив, он настоящий художник. А талант это все-таки от природы. А научить рисовать и писать можно любого человека. Это не значит, что он уже художник. И особо я и не думал, буду я живописным или графиком, или скульптором. Просто, насколько я себя помню, почему это так вышло, удивительно, я как-то подсознательно, видимо, кто-то меня ввел. Такое ощущение, что кто-то меня ввел. И я всегда, вот сколько я знаю, в школе я не очень хорошо учился, потому что все-таки меня тянуло к рисованию, а потом к краскам. И в конце концов, я вот так неожиданно, случайно, я попал в изо-студию во дворце пионеров в Самарканде. И вот оттуда все и пошло. Просто любовь к живописи, это преобладало больше, потому что для меня цвет – это моя жизнь. Помню, как я первый раз писал масляными красками в художественном училище. И работа вышла уникальная просто. Я написал на терморт. Я удивился, что такая краска удивительная масляная, потому что я до этого писал только акварелью. И вот это была моя работа. Это был 1966 год в Ташкент. И вот это я до сих пор помню, она у меня есть еще, сохранилась. Я считаю все-таки первым моим учителем – это Антония Васильевна Ларина. Это она в Самарканде мне преподавала в изо-студии. И то есть первые азы и первая любовь, которая действительно добрызший человек, и действительно она была во всех отношениях просто… Мне просто повезло, что я на своих путях встретил вот такого человека. И были другие преподаватели, но единственное, что я помню, вот это моя любимая учительница, можно сказать, по-детски. Каждый художник имеет какое-то свое направление. И есть свои личные какие-то кумиры, и они как-то тянутся к этим кумирам. Например, я… Когда я искал себя как индивидуальность, то есть найти себя в этой же… Всегда я прибегал к такому художнику, как Филонов, потом мне очень нравился Тишлер. И вот эти два художника как бы меня направили к какому-то руслу, к какое-то русло направили. И то есть это, мне кажется, каждый художник имеет своего кумира. И он от него отталкивается первоначально. И потом он получает свое, свое видение. Я бы не сказал так, чтобы кто-то меня вдохновлял. При начале работы, оно может быть просто иногда не хочется писать. И бывает такое, да. Но в стадии работы ты вдохновляешь себя настолько, что ты просто не можешь оторваться от картины. И она тебя притягивает все больше и больше. То есть ты забываешь, что делается в мире. Она настолько это притягивает. Это вот это мое вдохновение. Это не работа. У меня работа есть, я преподавательской деятельностью занимаюсь. Но это удовольствие, потому что писать и видеть, что из этого получится, это огромное удовольствие. Живописи для меня это все. С переездом сюда, естественно, все абсолютно поменялось. Поменялось. Я никогда не писал Марью. И не мог представить, как ее писать. Просто я писал то, что я писал в Средней Азии. Единственное, что тема чуть-чуть поменялась. Но была посвящена депортации. И потом быт наш здесь крымский. В 30 лет, как я здесь живу и работаю. И многие работы изменились кардинально. Просто я стал очень много ездить по пленэрам. И писать с натуры. Для меня это очень было неожиданно. Потому что я до этого не писал пейзажи. От этого у меня поменялась палитра, цвет и все остальное. И поэтому и с каждым разом я больше и больше влюбляюсь. То есть Крым это действительно уникальное место. Была у меня картина. Называлась Мой дед. К сожалению, меня очень сильно уговорили. И она сейчас в частной коллекции. Может, знаете, такого Айдера Халива. Это в его коллекции. Он очень сильно меня уговаривал. Причем приобрести. Это была моя любимая работа, которой я не хотел расстаться. Просто он сказал, что кроме Крыма никуда не уедет эта картина. Это для меня было уже... То есть одно дело, когда картина видят, смотрят люди. А другое дело, когда это постоянно стоит в мастерской. Мало кто ее видит. Это тоже не очень хорошо, я бы сказал. В этом году меня пригласили в Кипр, на Кипр, Никасию. Там музей современного искусства Кипра. Пригласили на три недели. Это был март месяц. И я побыл и написал там для этого музея пять картин. И вдруг закрыли все дороги, как говорится, домой. И мне пришлось пять месяцев находиться в этом музее современного искусства. Там я работал, создавал картины огромных форматов. И вот мы были в таком вакууме. Если здесь художники сидели дома, никуда не выходили, то я там работал. Согласен. Особенно молодежь. Они, скажем, современная технология. Все уничтожают. И люди все реже и реже посещают театры, концерты, выставочные залы. И, к сожалению, время такое. Мы в такое время живем. И этим нельзя что-то поделать. То есть, моему удивлению, вот до сих пор, я ушел далеко от всего, то, что нам преподавали, академизму и стандартному вот этому подходу к живописи. Все-таки, видимо, подсознание и вот это то, что сейчас я пишу, больше думаю, и чувства уходят чуть-чуть меньше, чем, скажем, в студенческие годы. И честности меньше стало, вот, честно скажем, в живописи. Тогда было откровенно, искренне, было по-детски. Все-таки дети всегда искренние. Детские рисунки – это действительно уникальное. Тридцатые годы, сороковые годы, и вот по нынешнее время художники пытаются создать какую-то школу, хотя это школы не назовешь кинопс-татарской, потому что все-таки живопись – это мирового масштаба, это пишут все во всем мире. И подчеркнуть именно, что это крымская татарская живопись, я еще не могу. Это работа искусствоведов, и поэтому я думаю, что живопись в будущем, что-то будет какой-то иметь свою основу. Все-таки учебное заведение, все-таки театры наши, писатели, книги, молодежь читала именно на своем языке. И это все подталкивает к тому, что вот искусство, оно есть и будет. Дело в том, что искусство, оно не может быть какому-то народу привязываться. Оно должно быть очень выразительным, притягательным, чтобы это было масштабно. И пусть это будет крымская татарская, но это настолько выразительно и очень заметным, да? Это выйдет на мировой масштаб. Сложный вопрос. Просто, может быть, зависит от воспитания детей. От их, как бы, язык наш уходит немножко в сторону, потому что вот даже я сам учился столько лет учебных заведений. Все это было и влияло. И, к сожалению, это моя проблема, конечно, что надо было обучать свой язык. И до конца я не могу общаться, потому что есть терминологии, которые для меня это сложно. То же самое и происходит с детьми. Ну, а что я могу сказать, если молодой человек полюбил кого-то? Здесь невозможно что-то запретить. Вот в чем дело. Объединить – это, наверное, все-таки традиции какие-то народные. Даже сама музыка, театр, как бы, они должны быть настолько незастойными, достойными, чтобы заинтересовать всех, всех и притягивать к себе. И этим самым, мне кажется, будет притягиваться народ к одному единому. И это будет одно целое. Да, я считаю себя счастливым человеком. Потому что профессией, которой я владею, это для меня самое большое счастье. У меня семья, двое детей, пять внуков. Я здесь построил дом. То есть, а что еще надо? Я живу на родине моих предков. Это родина моего отца и моей матери. И я думаю, это и есть счастье.